Друзья, всем привет! С вами Fashion Vector Design и я Чайковская Екатерина. Сегодня мы будем с вами рисовать шаблон фигуры, новый, покажу как можно переделать по мотивам сериала Wednesday. Будем рисовать два шаблона, один будет у нас черно-белый, второй будет в цвете. И соответственно потом на эти шаблоны уже будем рисовать какие-либо варианты дизайна. Данные шаблоны я сохраню и их можно будет скачать по ссылочке под этим видео на нашем сайте, они будут вам доступны. Так что можете поработать вместе со мной и создать свой авторский шаблон, а можете взять и использовать то, что будет мной сделано. Я заранее нарисовала шаблоны лица, я не пыталась сделать чью-либо копию или копию актрисы, мне важно было как бы стилистически выдержать. Соответственно первый, который у нас будет черно-белый, будет с косичками, а второй вариант у нас будет, когда две косички забраны наверх. Это вот тот знаменитый танец Wednesday в сериале, соответственно прическа будет другая. На одном лице две разные прически. Сейчас покажу как это все совмещать. Для меня очень важно было нарисовать от руки, потому что мне потом удобнее работать с вектором, соответственно делать какие-либо изменения. Здесь оно нарисовано не анатомически, не пропорционально, это просто стилизация. То есть нужно понимать, что есть рисунок, который анатомический, который верный по пропорциям, верный по всем анатомическим особенностям. Здесь это просто стилизация, при том я сразу уже разметила под векторный рисунок, если видите вот зеленым, это я пометила, что здесь будут блики. То есть сразу был нарисован макет под рисунок в векторе. Беру наш шаблон Моника и на его основе буду делать видоизменения. Что бы я хотела сделать с Wednesday? Я когда смотрю, мне кажется этот вариант он более такой угловатый, соответственно к данному шаблону я хочу именно так и подойти и сделать корректировку для того, чтобы сама вот наша фигура базовая стала более такой угловатой. Начну я работать с ножек и здесь можно рисовать либо сразу симметрично, либо рисовать одну половинку, а потом с ней работать. Просматриваем, что у нас здесь и сразу вот эту точку я поведу вправо и вверх. То есть я буду работать над крой, чтобы она стала такая угловатая. Очень многие художники таким образом работают с шаблоном. Он получается не пропорциональный относительно реальных пропорций человека, он получается стилизованный. То есть вы должны понимать, что сейчас то, что я делаю, это чистая стилизация. Она не должна быть реалистичной. Для меня вот важно как бы данным шаблоном сразу создать характер персонажа, характер того, что я буду делать, видоизменить его и соответственно уже вся остальная иллюстрация, которая будет дальше происходить, будет происходить с учетом этих изменений. Разумнее и проще будет, конечно же, рисовать сначала половинку, а потом вторую отзеркалить. Для этого вам нужно понимание, к чему вы хотите прийти. Иногда линия рождается сама собой, иногда нужно вот ее как бы поколдовать. Вот смотрите, одну половинку я уже более-менее сделала, да. И да, действительно, вот здесь происходят видоизменения, то есть более острая часть. Также сейчас немножко спрямлю вот эту линию. Опять же, это просто стилизационные моменты. Делать их совершенно не обязательно. Можно продолжать рисовать, ну как бы на стандартной человеческой фигуре. Мне почему-то очень захотелось показать такой пример, что действительно можно делать стилизованные фигуры. И когда учат модельеров, учат рисовать реальную, учат пластическую анатомию. Потому что любой дизайнер-модельер должен, обязан знать пропорции человеческого тела. Должен понимать анатомические особенности, где какие кости, где какие мышцы, как они располагаются. Это все очень-очень важно. Но при этом нужно не забывать, что иногда нам нужна какая-то очень характерная картинка. И мы можем сделать какие-то стилизованные вещи. Это мое видение, да. Это не значит, что оно так на самом деле. Вот я бы, если бы работала с этим персонажем, изобразила бы его таким образом. И все. Значит, вот смотрите. У меня одна половинка, я ее подкорректировала, а вторая половинка еще реалистичная. Видите, насколько я поправила ногу, насколько я вот сделала эти вещи. Но, тем не менее, даже когда мы говорим про стилизацию, у нас должно быть с вами стилизация гармоничная. То есть она может быть гротескная. Такое бывает, когда делаю там слишком высокие, слишком худые, слишком что-то. Но все равно должна быть соблюдена гармония, не должно быть каких-то вот... Если мы рисуем там угловатую фигуру, она может быть угловатой, это нормально. Но все равно общее внешнее изображение должно быть гармоничным. Ну и желательно в современной моде, особенно в диджитал моде, разрешается все, что угодно. Там хоть инопланетные какие-то существа, пять голов там и так далее. Но нужно понимать для чего. Для красивой картинки подходит. Для реального потом производства изделия плохо подходит. Реальное изделие лучше рисовать на пропорциональном, относительно реальной фигуре человека, манекене или шаблоне фигуры. А вот для красивой стилизации очень даже. Поэтому не забывайте о том, что мы с вами делаем, для чего мы с вами это делаем. У меня, смотрите, это замкнутый контур, и мне сейчас нужна половинка этого контура. Для этого я беру ножницы, режу его здесь и режу его здесь. Соответственно, вот у меня половинка осталась. Вот она половинка осталась, а половинка я ее могу убрать. Соответственно, эту половинку я сейчас раззеркалю. Вот так. Выберу две части и сделаю соединить. Можно еще раз вторую соединить, потому что сначала соединилась одна точка, потом вторая. Вот у меня теперь это получился хороший замкнутый объект. То есть я сделала немножко другую фигуру. Я обострила плечи, я немножечко собрала бедра, сделала их более угловатыми, вот сделала такую характерную яркую икру. Кстати, вот часто так рисуют, что когда нога, потом... Можно еще ее удлинить, но сам персонаж, сама актриса, которая сыграла данного персонажа, она маленькая. У нее рост метр пятьдесят пять, если я не ошибаюсь. То есть она маленькая, находилась еще на высокой платформе. И этот момент, он тоже накладывает отпечаток на пропорции фигуры. Поэтому надо тоже это смотреть. То есть я не хочу ее вытягивать, потому что чисто теоретически я могу взять вот так. Сейчас я вот эту уберу, чтобы нам не мешалось. Это наши логотипчики. И начать ее вытягивать вот в этом месте. То есть это самое хорошее место для вытягивания. Соответственно, обычно ноги и тянут. Вот, вот таким образом. И получить вот такую прям модельную деваху. Это можно сделать. И это обычно, когда тянут по росту модель, тянутся именно ноги. То есть чтобы ноги были от ушей. Вот это выражение, это как раз про модельную иллюстрацию. Но я этого делать не хочу. Это я все сделала. Давайте мы ее сделаем. Вот, видите, как она будет смотреться. Все хорошо, все заливается. Теперь поработаем немножко с лицом. Здесь есть несколько вариантов. Можно просто перерисовать то, что нарисовала я. Можно попробовать пропорции совместить с той головой, которая есть. Я буду рисовать просто то, что я нарисовала. Потому что хочу вот авторский такой вид, да. Чтобы она была чисто такая, вот как я ее задумала. Здесь тоже надо рисовать симметрию по лицу. Ну, по крайней мере, я бы так сделала. Вот она, основа этого нашего лица. Это не совсем прям черепная коробка, но вот она основа. Вот эта точка у меня ушла наверх. Это плохо. Сейчас будет некрасивый подбородок. Вот, обязательно нужно смотреть все эти кривули, как они себя ведут. Вот. Опять же, это все можно совершенно спокойно раззеркалить. И мы можем рисовать лицо симметричное. То есть, когда я сейчас, например, нарисую один глаз, и после этого сделаю так, чтобы оно у меня, этот же глаз, отразился, да. А могу сделать два разных глаза. Вот. Это тоже, как бы, индивидуальный выбор каждого, как вам лучше нарисовать. Вот. Но лицо все-таки я люблю, когда оно симметричное, когда не перекошены скулы, если мы смотрим в фаз. Если мы говорим про три четверти, то там уже все совершенно по-другому. Возьму красный цвет, чтобы было лучше видно, что именно я рисую. И здесь у меня автоматически подтянулось то, что у меня стоит пунктир, пунктир я уберу, да. Толщину 0,5 оставляю, потому что само лицо будет маленькое, и мне будет нормально. Вот они, скулы, все у меня есть. Основные характерные черты лица. Соответственно, глаза, небольшая часть носа, здесь прорисованы еще тени. Все вот это мы сейчас с вами соберем. Отдельно тень, она вот такая большая лежит. Вот она. Кстати, смотрите, я просто уже давно работаю в иллюстраторе, и я даже когда от руки рисую, я себе уже намечаю ну как бы те приблизительные линии, которые я бы хотела, чтобы были для того, чтобы четко показать мою задумку. Поэтому, видите, сразу проработанный такой момент. То есть это просто потому, что я рисовала данный черновик специально под иллюстратор. Конечно, если бы я просто что-то рисовала, я бы рисовала по-другому. Так, давайте разгруппируем. Вот, это у меня будет тень на лице. Так, вот здесь у меня тоже тонкая тень. Тени, они очень-очень мягко формируют. То есть это, вот когда мы объектами рисуем, их прям ярко видно, да, вот эти вот тени прям, ой-ой-ой. На самом деле это будет очень мягкое восприятие, полутоновое, которого практически не будет видно. И надо просто разделять процесс на момент рисунка, когда мы все вот это собираем кусками, да, и на момент, когда это все-таки будет в реальности. Так, здесь у меня будет зона подбородка. Как правило, эта часть немножечко высвечивается. Ну, то есть она более светлая, то есть и теневой баланс есть такой баланс. И лицо мы будем делать в двух вариациях. Вот как раз сейчас я основу нарисую. Одна будет черно-белая вариация, вторая будет цветная. И в цветной уже можно делать тоновой баланс, а в черно-белой там особо уже, ну, ничего не сделаешь. Поэтому иногда даже проще нарисовать цвет, потом черно-белый. Ну, в общем, надо смотреть обязательно это все. Такой тонкий момент. Глаз. Давайте попробуем сделать симметрично. Приближаю. Здесь у меня получается несколько объектов. Часть веха верхнего, вот она идет. Она отдельно рисуется. Как правило, более темным цветом она делается. И тогда получается красивый вид глаза. Так. Теперь рисуем ту часть, которая отвечает у нас за линию верхнего века. Я ее рисую отдельно. А потом еще прорисуем реснички. Кстати, очень часто классно, когда она не черная, а все-таки коричневая. Но в данном случае ее, конечно, лучше будет сделать черной, потому что, ну, сам персонаж, он такой как бы черно-белый, а хроматический. И как бы это тоже здорово все показать. Теперь ресницы. Ресницы можно рисовать прям тоненько. Каждую ресничку прорисовывать своей палочкой. Это стилизация лично авторская. Я люблю, когда ресницы нарисованы вот так. Это тоже авторский момент. Кому как больше нравится. Кто-то любит ресничка к ресничке, можно прям взять линии и аккуратно их прорисовать. Здесь сейчас сразу не совсем понятно будет, что я нарисовала, но когда будем раскрашивать, оно все прекрасно будет смотреться. Зрачок его обычно целиком не видно, поэтому мы рисуем. Часть, точнее, это радужная. Теперь вот он у меня, зрачок. Его, кстати, можно нарисовать либо кругом, либо как удобно. И вот на зрачке там у меня еще блики. Блики тоже надо будет учесть, они будут беленькие. Блики. Так. И два белых блика. Вот раз. И вот два. Нижняя часть глаза. То есть, ну, видите, глаз, он тоже частично прорисован, не полностью. Рисуем. Хорошо. И вот эту часть все-таки я хочу, чтобы было остренько. Убираем округлость. Так. Добро. Что у нас теперь осталось? У нас остался нос. У нас будем рисовать тоже двумя вариантами. Вот здесь у меня будет эта тень. Это тоже тень. И поверх всего этой красоты будет линия, которая, можно будет ее сделать фигурной, она будет очень красиво все это обрисовывать. Смотрите, чтобы была правильная форма, чтобы у вас нос не перекашивало. Если что-то будет перекашивать потом на заливке, будем править. Вот. Это будет линия. Теперь губы. По моей практике, ну, то, что обычно делаю я, я губы рисую верхнюю губа темнее, нижнюю светлее, плюс пару бликов. А там уже очень индивидуально. Кстати, очень красиво губы закрашиваются градиентной заливкой. Ну, и форма, соответственно, подбирается индивидуально, то есть она может отличаться. Сейчас вот так вот. Можно нарисовать идеально симметричные губы, но я такую цель себе не ставлю, я хочу, чтобы они были более живые, потому что любой человек, он не симметричен полностью, и у нас и так с вами получаются абсолютно симметричные глаза. Так что надо смотреть. И вот между губами можно отдельно нарисовать такую темную часть, она будет очень красиво смотреться. И можно еще отдельно потом нарисовать губки, но мы сейчас на цвете это добавим, то, что можно дорисовать. Вот здесь у нас темная тень получается под подбородочком, такая ямочка. Вот это это бличок, более светлый. Вот это тоже это блик. Лучше их не рисовать идеально круглыми. Ну, по крайней мере, мне кажется, что когда они идеально круглые, это смотрится, ну, как минимум странно. Прикольно, когда они вот такие живые по форме. Не надо только, чтобы они были какие-то очень рваные или дерганые, но когда вот оно, форма такая очень живая. Хотя есть художники, которым нравятся прям идеальные такие выправленные формы, тоже может быть. Так, глаз. Берем наш с вами глазик, ставим на центр, оп, и раздублируем. Здесь абсолютно точно надо поправить это наличие блика. Блик пойдет вот сюда и вот сюда. Потому что, когда у вас будут блики в одну и ту же сторону, будет ощущение некоторого косоглазия. Косоглазия на героине мы делать не будем, поэтому зрачками можно вот как раз показать направление, бровь. У героини она достаточно ровная, но все равно некоторую шероховатость я придам. Опять же, можно рисовать волосок к волоску, можно прям рисовать очень реалистичную бровь. Я рисую общими контурами. Вот основное лицо у нас нарисовано. Я теперь это все заблокирую. И мы будем рисовать волосы, потому что здесь много элементов для того, чтобы все это было аккуратно. Так, сначала рисуем вот это зеленое, то, что я нарисовала, это у нас получаются блики. Сейчас мы с вами нарисуем прядочку. И вот сюда наверх уводим. То есть она у нас должна замкнуться через пробор. Вот здесь у нас пробор, и мы замкнулись. Так, вторая часть. Рисуем. Опять вот здесь прядочка. И здесь вот уже она идет. Тоже, смотрите, не идеально ровно. Не то, что я прям шарик такой рисую, а рисую реальное впечатление. Теперь у нас будут ушки. Вот они, ушки. Мы их уберем на самый задний план. Но они все равно должны быть и второе ушко. Опять же, там можно внутри нарисовать форму ушную раковины. Тоже тени добавить. В зависимости от той проработки, которую вы хотите получить. Это всегда очень такая авторская стилизация. Дело в том, что косы героини должны быть длиннее. У меня не хватило листа. Поэтому сейчас мы их удлиним немножко. И эта особенность, что вот одно время, я помню, были в моде такие пушистые, очень косые. Здесь коса очень такая она, тоненькая. То есть заплетенные, не самые густые волосы в косы. И две достаточно тонкие и темные косы. Тоже сейчас соблюдем длину. Так, здесь завязка и хвостик. Основной контур. Потом сейчас при раскрашивании все будем дорабатывать. Все будет понятно. Потому что слои будут один на один накладываться. Это все будет абсолютно четко. Теперь смотрите. Вот то, что у меня обозначено зелененьким. Мы сейчас сразу нарисуем, а потом уже все остальное будем дорабатывать. Это блики. Создала новый слой. И будем рисовать блики. Я иногда даже рисую блики другим цветом. Но в данном случае не буду этого делать. Нарисую так, как есть. Потом просто все вместе сгруппирую все блики. Они вполне могут быть единого цвета. Потом можно будет просто зайти в группу и в режиме изоляции откорректировать, если нужна будет где-то корректировка конкретного блика. Поэтому надо все это отсматривать. Кстати, вот интересный момент. Блики могут даже вот так находить на какие-то пустые моменты. Это тоже дает свою такую игру определенную. И вот сюда бличок у нас пошел. Можно блик погладить инструментом вот такой сглаживания. Он будет тогда более упругий. Вот так вот. Опять же, потом возможны корректировки. Сейчас рисуем основу, потом посмотрим. Немножко механической работы, но в рисунке часто это встречается. Это нормально. Вот, теперь смотрите на косички. У меня тоже есть блики. Поскольку у меня это все на отдельном слое, это все очень удобно. Сейчас мы это все сделаем, соединим. Посмотрим, насколько интересный эффект это будет давать. Что не нужно, уберем. Что нужно, оставим. Какие-то моменты добавим. Так. Так. Здесь тоже должны быть блики. И здесь должны быть блики. Такий хвостик. Вот здесь я немножко поуже сделаю, потому что коса книзу должна у нас судиться. Так что мы сейчас поправим. Она там вообще такая, как то, что называют, крысиные хвостики. Вот такая тоненькая будет. Вот, продолжаем рисовать блики на нужном нам слое. Не забывайте, что слой должен быть отдельный, чтобы все было хорошо. И вот здесь это вот теневые такие моменты. Их тоже можно будет нарисовать. Сейчас мы с вами все это сделаем. Так. Вот здесь. И вот здесь. Вот блик. Теперь делаем Ctrl-A. Сгруппировать. Отлично. Смотрим, что у нас получилось. И будем уже пробовать раскрасить. Выбираю все. Вот у меня несколько слоев. Смотрите, какая у меня получилась штучка. Все, что не так, мы все поправим. Так. Контур нам общий нужен будет. Поэтому контур лица мы сохраним. Вот он, контур лица. Он у нас будет. Сейчас делаю вообще черно-белую вариацию. Почему? Потому что представьте, что вы, например, этот шаблон будете печатать на черно-белом принтере. И у вас вот нету цвета. Я понимаю, что где-то хочется губы там добавить, где-то еще что-то. Но вот у вас нету. У вас печатает это черно-белый принтер. Поэтому вот проработка сейчас идет исключительно под вариацию черно-белого принтера. То есть такие тоже надо вещи учитывать. И, соответственно, вся проработка будет тоже направлена на то, чтобы вот оно было в формате такого черно-белого. Так. То есть очень легкие тени. Видите, светло-светло-серый. Вот эту вариацию можно, конечно, чуть-чуть поярче сделать. Чуть-чуть поактивнее тень. Но я тоже не хочу прямо ее так вылепливать. Волосы. То, что у нас есть волосы, вот эти части, они будут у нас черными. Сейчас посмотрим, как они встанут. Вот сразу, видите, образ собрался. Все наши блики. Можно сделать градиентной заливкой. Очень красиво будет. Можно добавить ей небольшую непрозрачность. Сразу вот оформились волосы. Видите? То есть простым таким действием мы оформили. Брови серые. Нам не нужно, чтобы они были прям супер яркие. Но обязательно нужно убирать красный контур. Он нам не нужен. То есть нам нужна черно-белая картинка без красного контура. Вот здесь сейчас посмотрим, что у нас тут с ушками. Потому что надо это назад убрать. Вот здесь у нас есть ушко. И здесь есть ушко. Ушки можно сделать светло-светло-серыми. Поскольку это отдельный объект, его можно подкорректировать по местоположению. И вот здесь, смотрите, коса не хватает стыковки. То есть мы сейчас это все поправим. Вот так. Вот так. А ушко на передний план. Выведем, чтобы все было красиво. Монтаж на передний план. И вот эта часть тоже у нас должна быть на переднем плане. То есть здесь еще идет игра. Где что? Вот. И вот эта часть тоже на переднем плане должна быть. То есть волосы находятся поверх персонажа. Поэтому это все нужно сделать. Так. Так. Одну. Вторую. Убираем цвет. Вот у нас остались ушки. Если вы считаете, что они слишком ярко светятся, можно им просто цвет добавить более темного. Они тогда уйдут назад и не будут такими яркими, такими активными. Вот это место тоже, смотрите, здесь у нас не доделано. Вот так. И убираем контур. Контур нам красный не нужен. Вот она наша косичка с вами. Вот здесь я бы чуть-чуть поправила. И вот этот хвостик тоже чуть-чуть оттянула. В принципе, хвостики там были такие вот прям тоненькие-тоненькие. Да, то, что надо. Теперь, что у нас здесь. Самая черная часть, это, конечно же, зрачок. Он будет чисто черный. На нем есть блики. И это нормально. Блики будут чисто белыми. Хотя можно добавить градиентность. Я не люблю. Сам у нас... Сама часть вот эта вот у нас будет серая. Сейчас оттенок подберем. Нижнюю часть реснички сделаем серыми. Века делаем тоже серым. Ресницы черные. Чем-то на раскраску похоже. И вот у нас еще с вами одна из частей. Тоже она будет черная. И сейчас посмотрим, как это все вместе сочетается. Вот у нас глаза. Эта часть у носика, это тени. Делаем ее сереньким. Эта часть, она должна остаться линией. И при этом линию сделаем какую-нибудь красивую. Так, а здесь нам не нужны цвета. Эта часть у нас самая светлая. В данном случае ее не видно. Вот этих бликов в данном случае не видно. Я их оставляю. Они пойдут для цветной заливки. Но здесь их не видно. Вот здесь один оставили. Эту часть сереньким. И подбородочек будет чисто светленький. Вот так. Нос и губы. Верхняя чуть темнее. Нижняя чуть светлее. Это если не делать ничего с ними такого прям интересного. Хотя можно с ними сделать интересное при желании. Ну вот это вот базовое. Чтобы у нас была такая черно-белая девочка. Вот она у нас получилась. Абсолютно черно-белая. Единственное, что хочется сделать, чтобы у нее был хороший читабельный контур. Потому что здесь вот лицо немножко ушло. Что я делаю? Я делаю Ctrl-C, Ctrl-B на передний план. И хочу, чтобы линия контура была такая более интересная. И без цвета заливки. Единственное, вот сейчас она по ушам пойдет. Надо будет посмотреть. Вот. Соответственно, чтобы это все вот гармонично лежало. Просто обрисовывала наш с вами контур. Можно сделать потолще. Вот. Будет перекрывать. Общий контур головы, чтобы его было хорошо видно, чтобы она не путалась. Все это сгруппировать. И теперь совмещаем. Нам нужно, чтобы размер совпал. Здесь вот, смотрите, у нас есть голова. И нужно под нее, под ее размер, это все подвести. Сейчас мы ее вытащим на передний план. Вот так. Вот. И, соответственно, под этот размер можно немножко нам с вами голову поджать. Вот. Вот она уже будет смотреться довольно реалистично. Поставили ее на передний план. Это убираем. Ну, и для такой головы, конечно, пунктир уже смотрится плохо. Поэтому мы сделаем линию не пунктирную, а просто сплошную. Вот. И теперь можно заниматься дальнейшим рисунком. Мне даже не очень нравится вот эта тень. Я бы ее убрала. Да, вот так будет попроще. Вот. Это у нас черно-белая получилась картинка. Теперь мы можем с вами сделать копию. И сделать уже все то же самое, только в цвете. Вся голова у нас сгруппирована, как видите. Если помните особенности персонажа, то она была очень бледная. Соответственно, красить ее прям в какие-то яркие цвета нельзя. Ее нужно покрасить в очень такой мягкий цвет. Соответственно, сейчас мы тень поймаем. Тут вот. То есть она была как будто бы черно-белая по впечатлениям. Соответственно, такое же впечатление нужно оставить и при раскрашивании. То есть никаких сильно ярких цветов я сюда добавлять не буду. Я просто сделаю чуть-чуть более такой темный оттенок. Здесь как раз светленькая часть. Это от нашего основного цвета чуть светлее. То есть видите, я взяла один цвет. И этот цвет немножко в разные стороны, туда-сюда. Вот они, мои блики вылезли. Блики классно сделать с непрозрачностью. То есть мы берем и добавляем на эти несколько объектов непрозрачность. Вот так. То есть они будут бликами, они просто будут чуть мягче смотреться. Их будет не так активно видно. По волосам тоже у нас волосы черные. Особо в цвете там ничего добавлять не нужно. Нужно будет добавить сейчас цвет губ. Цвет губ. Как видите, у меня цвета не заготовлены. И я это все делаю прямо, что называется, по-живому. Ну, может быть, чуть ярче цвет. Так. И вот эту часть. Тоже такой вот. Вот, получились губы. А сейчас... Не помню, какого цвета глаза у героини. Откровенно не помню. Давайте здесь такие серо-голубые сделаем ей. Вот. И уже у нас получился персонажик в цвете. И можно добавить вот так контур. Вот. И сейчас получится третий персонаж. Да, мы поменяем прическу. Потому что под одной из платьев, в которой я запланировала, персонаж был не с косичками, а персонаж был вот с такой прической. Для этого заходим в прическу. И тоже ее отрисовываем. Сейчас я все слои уберу. Новый создам. Вот. И здесь. Вот они все объекты. Уже все у меня расписано. Все удобно. Так. Вот это убрать. То есть мы сейчас те косы, которые есть, не уберем. А новое поставим. И потом уже на эти шаблоны, эти эскизы, можно будет нам с вами рисовать то, что нам нужно. Так. Вот здесь такой интересный момент. Как это лучше оформить. Я думаю, что я сейчас оформлю вот так. Это один объект. Теперь рисуем. Второй. Теперь что у нас там получается? Там получается сверху такая заплетенная косичка. Вот мы ее сейчас и нарисуем. Я еще когда от руки рисовала, получается такая как черчихе. Ну, как бы надо ее как-то аккуратно изобразить. Чтобы не было такого вот дурацкого ощущения, что там какая-то странная ерунда у нее на голове. Вот сейчас попробуем это сделать, чтобы линия была не очень прям такая, как у петушка или еще что-то. Вот это я нарисовала. Новый сейчас слой создам. И нарисую в нем наши тенюшки. Так. Тенюшки, а блики. Я неправильно сказала. Это наоборот. Тень, она. Это темные участки, а блики это то, что ярко отражает свет. Яркие участки. Так. Я не повторяю прям ровно то, что у меня нарисовано. Я рисую приблизительно похоже. Хотя, если мне нужно, сразу могу сказать, то я буду рисовать прям четко по линии. Вот какая будет линия, прям в один в один нарисую. В данном случае это достаточно художественная часть. И намечены только основные моменты. Не имеет значения, попаду я прям точно в линию или нет. Главное, общее настроение. А так имейте в виду, что если вы вот так перерисовываете, то иногда действительно очень важно попасть прям вот точно как нарисовано. Так, вот один забыла нарисовать. Сейчас. Так, хорошо. Ctrl-A. Правой кнопочкой сгруппировать. Все, мы можем это разгруппировать. Смотрите, то, что у меня получилось. Это у меня будет черное. Это у меня тоже будет черное. Так, а где вторая? Сейчас. То есть, вот это все у нас черное. Видите, то, что получились такие штуки? Их убираем. Провор оставляем. Я хотела, чтобы он был немножко виден. И теперь наши с вами блики. Можно вот сделать также их серым. Но очень красиво там по цвету было, когда я смотрела в градиенте с таким фиолетовым. Вот, убрать даже этот. И, конечно же, прям такая мне не нужна история. Я сейчас немножечко дам непрозрачности. Оно более гладко ляжет. Вот так. Вот. Так у нас получилась прическа. Мы ее можем целиком с вами сгруппировать. И поместить на нашего персонажа. Вот так. Сгруппируем. Вот сюда, к лицу. Так. Ctrl-V. Ой-ой-ой. Не то скопировала. Сейчас скопируем то, что надо. Ctrl-C. Так. Двойной клик. Вот мы попали в режим изоляции. Еще раз двойной клик. Еще глубже проваливаемся в режим изоляции. И убираем то, что у нас связано с волосами. Ctrl-V. Естественно, оно у нас больше, чем должно быть. Уменьшаем. И подгоняем размер под то, что у нас будет. Самое приятное мы можем вот так подергать, вот так подергать. То есть, ну как бы, прическу ровно подобрать так, как нам надо по размеру. Вот. Соответственно, все получилось. И вот у нас получилось с вами целых три персонажа, на которых мы теперь можем рисовать эскизы. Единственный минус. Если вот так вот распечатывать, то вот эти вот косы будут перекрывать часть изделия, которую вы будете рисовать. То есть, вы распечатаете, вдруг невозможно будет. Если вы будете рисовать в программе, то, естественно, все у вас будет хорошо печататься, все будет отлично. Вот таким образом можно создавать авторские шаблоны на основании чего бы то ни было. Вот у нас, видите, отдельно созданные прически, лица и все остальное. Это не нужно. Теперь я могу это сохранить предварительно, либо вот так, либо разместив отдельно персонажей. Например, сейчас мы добавим монтажную область. Она автоматически добавляется того же размера, что и эта. Например, я хочу заказной А4. Вот так. Вот она у меня на А4. И я буду, например, распечатывать вот этот персонаж, этот шаблон. Сразу подгоняю по размеру. И буду на нем рисовать вариантов. Вот у меня 4 девочки встанет. Может быть, вот так. Может быть, что у нас с вами будет тоже А4, но вертикальный формат. И тогда уже я буду делать эту девочку повыше, а сбоку оставлять место для описания. То есть я могу ее не по центру разместить, да? Могу не по центру. Вот уже вот тогда вот так. И сейчас давайте еще остальных тоже, девчонок, разместим, чтобы у нас сразу сформировался пул шаблонов. Так, чтобы девочки у меня были одного роста. Смотрите, эту выбираю. У меня пишет, что высота 200. Ну, 250 давайте для всех и сделаем пропорциональную. Прям цифрами 250 миллиметров. Так, что это у меня не пропорционально лезет? Вот. Вот это тоже, по-моему, не пропорционально сделалось, да? Это плохо. Сейчас мы вот так, оп. Чтобы когда она масштабировалась под нужный размер, она пропорционально масштабировалась, а то она деформируется. Так, 250, 250 и 250. Вот. Этот лист мы можем удалить. Он нам не нужен. И девочка тоже больше не нужна. А вот этих девчонок мы выровняем. Ctrl-R линейки. Вот можно ровнять по ногам, а можно ровнять по голове. Как удобней. Вот так. И данный файл, вот он у меня получился. Я вам его дам скачать. Создам из него сейчас PDF-очку. Соответственно, можно его распечатать, можно с ним работать далее в электронном формате, будь это иллюстратор или еще что-то, потому что PDF-ка у вас съестся в файл. Сохранить как? Давайте я сохраню на рабочий стол. Так, и у меня это будет шаблон фигуры. Шаблон фигуры. Так и напишем по-русски Wednesday. Вот, это у меня сохраняется файл иллюстратор, который будет мой рабочий файл, с которым я буду общаться. А для использования всеми остальными сохранить как? Все то же самое. Только выбираю формат PDF. Вот, сохраняю. Оставляю возможность и оптимизирую для просмотра веб. Все. Вот он у меня открылся. После того, как я сделала, все хорошо видно, все замечательно. У меня большой экран, поэтому так широко открывается. На этом все. Шаблон мы нарисовали. По такому же принципу можно создавать абсолютно любые шаблоны, стилизовать их, рисовать конкретно ваших клиентов, рисовать известных личностей. И, наверное, я хотела бы посоветовать вам, не бойтесь делать стилизацию такая, какая нравится вам. Потому что если вы смотрели, например, как рисуют этого персонажа, его рисуют очень по-разному. И делайте то, что идет от вас. Делайте свой авторский стиль. Это всегда классно. Но только если у вас нет конкретного заказа на какую-то определенную стилизацию, на которую вы договорились. Я делала шаблон для дальнейшего рисунка одежды. Оно тоже накладывает свои отпечатки. Потому что если я рисовала живого персонажа, скорее всего, он был бы в какой-то позе или так далее. Я просто нарисовала стационар настоящего персонажа. Но для этого персонажа это даже хорошо, потому что она обычно просто стоит. Как бы очень здорово. На этом все. Пожалуйста, пишите свои комментарии, что вам понравилось, что не понравилось, что вы хотели изменить. Ссылочка под видео на скачивание данного шаблона в формате PDF. Я вам ее оставляю. Можете брать и пользоваться. В следующих видео покажу, как рисовать одежду на этих шаблонах. А на сегодня на этом все. До скорых встреч. Пока-пока.